Всем привет! Давайте разберёмся, как делать поры, делать текстуру кожи. Давайте посмотрим. Приблизим нашу модель. Отрегулируем, чтобы было удобно видно всё. Так, вот у нас такой гражданин. Стандартный. С программы. Никак не хочет устанавливаться поближе. Вот так вот. И давайте разберёмся, как делать текстуру кожи. Заходим в альфу. Находим альфу седьмую. Вот у нас здесь выставляется спрей или колор спрей. И вот так вот можно наносить поры. Регулируя интенсивность. Вот так вот. Чуть поменьше. Над носом, над глазами можно ставить. Вот вы видите, как текстура получается. Можно ставить больше объём. Вот. Типа вмятины в голове там ещё где-то. Так. Что ещё можно сделать? Можно переключиться на зад. И вот так она будет выпуклая форма. Вот так вот. На the sub, если переключиться, она будет вдавленная. Сейчас поближе посмотрим побольше. Интенсивность больше поставим. Вот это она будет вдавленная на the sub. А на заде будет выпуклая. И вы регулируете полностью. Вот. Поменьше ставите. Draft Size уменьшаете. Можно вообще мелкие делать поры. Делать интенсивность поменьше. Где-то на ухо добавить. Давайте рассмотрим ещё одну альфу. Это альфа 58. С помощью неё можно делать вот такие вот складки. Вот так они выглядят. Где-то на шею добавить. Где-то ещё. Так. Ну, с этим мы рассмотрели. Можно ставить фрихендом работать. Тогда они будут более такие ровные, длинные. Так. Внешний вид уже видно. Складки как выглядят. Давайте теперь разберёмся. Вернём немножко назад всё это. И посмотрим, как с помощью слоёв можно с лейерсом работать. Мы в прошлом видео уже рассмотрели этот вопрос. Давайте нажмём слой. Включим. Вот он стоит на записи. Если запись убрать, он не будет вообще никак работать. Повернём давайте этой щекой. И попробуем сделать опять же поры. Уменьшим Draft Size. Интенсивность прибавим. И вот так вот нанесём поры. И выключив рэк запись, можем регулировать глубину и интенсивность слоя. Вот вы видите, можно сделать меньше, можно сделать на полную. Можно вообще убрать его, сделать вот таким. Вот так вот. Можно инвертировать этот слой. Так, что ещё. Сделать дубликат слоя. Можно сделать... Так, удалить слой. Удалить все слои. BackAll. И импортировать слои в папку или куда-то. А потом с ними можно будет работать уже в других программах. Так, давайте ещё рассмотрим Альфу 58. Так. Создадим ещё один слой. И вот так вот проведём. Так. Вот так вот сделаем кожу. И вот выключим опять рэкт. И можно вот так вот регулировать интенсивность. Вот вы видите, всё меняется. Что ещё можно сделать? Можно использовать другие кисти. Допустим, вот. Давайте возьмём звезду. И вот так вот. Создадим опять слой. И нанесём её на модель. Вот так. Прибавим интенсивность. Ещё одну можно сделать. Вот так её. И давайте посмотрим, что с ней будет происходить, когда выключим запись. Вот она будет исчезать. Прибавляться. Если мы её инвертируем, она будет вдавленная. Можем её вот так вот тоже регулировать. Еле видно. Вот так вот. В принципе, вот такие есть варианты по коже. Использовать альфы. Тут их много разных. Ну вот, подходит 58-я и альфа 7-я. Ну, 8-ю ещё можно попробовать. Как она работает. Вот. При сильной интенсивности вот такие вещи она вытворяет. Вот так вот. Ну, тоже прикольные поры может получиться. Сделать их еле видными. И кожа приобретёт вид как будто настоящая. Всё. Всем пока. Всем до свидания.